Лето пора масштабного ремонта дорог. И в Тверской области в программу этих работ на 2023 год дополнительно включены 34 объекта. Такое решение было принято на очередном заседании регионального правительства. Работы будут проведены в Твери, Кашине, Ржеве, Кимрах и еще в ряде муниципальных округов. Кроме того, изменения будут касаться не только ремонта, но и обслуживания дорог, как региональных, так и муниципальных. Особое внимание было уделено состоянию обочин и остановок общественного транспорта. Подробнее об этом в нашем материале. В Тверской области в этом году был расширен список объектов в программе дорожных работ. В него были включены еще 34 объекта. Это дороги, дворы и мосты. Объем работ увеличен в связи с обращениями руководителей и жителей территории. Так, в Конаковском округе приведут в порядок 7 дополнительных объектов. Это дороги на территории населенных пунктов, поселков и деревень. Дополнительные работы коснутся и областного центра. В Твере в дополнение к уже запланированным на 2023 год работам будет проведена модернизация линий наружного освещения на Волжском проезде. Это участок от Старволжского моста и до улицы Советской. Кроме того, дополнительно приведут в порядок тротуар и двор в Заволжском районе Твери. Также дорожные работы произведут в Бельском, Торжокском, Балаговском районах, Кимрах, Ржеве, Кашине, Торопце, Сандове и еще ряде муниципалитетов. В основном это поселковые, межпоселковые деревенские дороги. То есть дороги третьего класса, которые финансируются через муниципальные образования. Они должны быть отремонтированы до 1 сентября. Кроме того, ускорятся темпы ремонта и региональных дорог. Мы приняли решение, сегодня его утвердили. Это сокращение сроков проведения ремонта крупных дорог, крупных магистралей с 2025-2024 года передвинут на 2023 год. Нашли режим дофинансирования. Мощности у компаний, которые проводят работу, достаточно. И считаем, что чем быстрее мы будем завершать эти объекты, не размазывать их во времени, тем лучше будет для нашей региональной экономики. Таким образом работа будет вестись во всех вышеперечисленных направлениях. В общей сложности программа дорожных работ на 2023 год с учетом принятых изменений включает 319 муниципальных объектов. Еще один важный вопрос – это содержание дорог региональных и муниципальных. Это касается в том числе приведений в порядок обочин и остановочных карманах общественного транспорта. Особенно этот вопрос обостряется зимой на пригородных дорогах. Норматив будет дополнен расширенной полосой обслуживания. Потому что сегодня норматив всего-навсего буквально несколько метров, максимально 4,5 метра от края проезжей части. Понимаем, что этого недостаточно. Когда все будет максимально расчищено и ухожено от края проезжей части, то я уверен, что и аварийность будет снижена. И, собственно говоря, всем приятно, всем автолюбителям ездить по ухоженным дорогам. Что касается состояния дорог, то и сами жители региона, и гости, и даже эксперты дорожной отрасли говорят об изменениях. Кандидат технических наук Вадим Гультяев отметил, что изменились и технологии, и качеством материалов стало больше требований к подрядчикам в том числе, и в целом усилен контроль и со стороны региональных властей. За последние годы дороги в нашей области значительно улучшились благодаря нашему губернатору, благодаря правительству Тверской области. Я сам водитель уже с 30-летним стажем, езжу по области достаточно далеко, пересекаю всю область и вижу, что дороги в нашей области за последние годы значительно улучшились. Если брать сухие цифры статистики, то за прошедшие 7 лет объемы работ на региональных и муниципальных дорогах области выросли более чем в 4 раза. Всего отремонтировано почти 3000 километров полотна. А в этом году отремонтируют еще более 630 километров региональных, межмуниципальных и местных дорог.